Здравствуйте, всем привет, уважаемые дорогие коллеги, что мы здесь собрались. В этом видео я расскажу. Секунду, мне кто-то звонит. Алло. Да, что? Погромче. Лучший Тир-2 проект. Мой друг. Знал бы ты, как ты вовремя позвонил. Зора. Зора. Это... Что это? Зора это NFT-маркетплейс? Да. Ну как NFT-маркетплейс? Это под NFT-площадка. Тут авторы заходят, выкладывают. Ну не совсем, конечно, это маркетплейс. В целом, кому вообще нужна Зора? Тут шарики бесполезные. Для чего вообще использовали Зору? Для того, чтобы набить эфириум транзакцию. Кто-то верит в то, что эфириум транзакции нужны. Для тех, кто верит, они могли использовать Зору, чтобы сделать эфириум транзакцию. Это, ну, баксов 6 стоило. Но Зора, они не пальцем деланные. Они не глупые, как и я. Они сказали, что им это все не нужно, и они сделают свой L2. Я не знаю чего, поверх эфира, наверное. Без понятия. Они развернули Майнет за месяц. Ну, остальные очень долго делают. А Зора вообще все равно. Они очень быстро все делают. И они все делают, знаешь, как вот на хайпе. Как вот, я не знаю, завтра пойдет. Хит это ошейники для животных. И Зора скажет, что они всегда занимались ошейниками для животных. И это скорее даже хорошо. Я к тому, что это хорошо. Они это делают для бабок, как будто бы. Для нас это плюс. Тогда они выйдут через афиона панкейки. Ой, то есть через airdrop, я хотел сказать. Так. Инвестиции. Crunchbase. Так, Зора. У них 60 миллионов инвестиций, долларов. Прошу заметить. Это немало. Учитывая, что все рассматривают Зору как тир-2 проект. Самое главное. Какие деньги? От кого? Это Paradigm. HunVentures. Это лид инвестора. Кто HunVentures, мы не знаем. А Paradigm тут даже рассказывать не надо. Это вообще умнички, заиньки. Это те же, что и у Blur. Они там топ инвесторами. Вот. И в Blur было в разы меньше денег. Тут еще... Kindred Ventures. Ну, в общем, в семье не без урода. Главное, что есть Paradigm и CanBoys Ventures. Ашиган. Тревор. Короче, инвестора вообще занимательные. Замечательные, очень хорошие. Вот. И этот. Проект. Проект замечательный. Так, ты спросишь, а проект такой замечательный? Вы, наверное, так думаете. Но что в нем делать? А не нужно спрашивать. Нужно просто делать. Нам очень важно проявлять активность. И еще с NFT-шками. Тут в целом сейчас активности мало. Но просто как бы ранние юзеры... Смотрим, сколько уникальных адресов. Месяц назад было 100 тысяч уникальных адресов. Ну, что это за позорные показатели? У которого 60 миллионов инвестиций. Ну, конечно, сейчас про Зору начали чуть больше говорить. Но все равно как бы недостаточно. Нам сейчас нужно как делать как можно раньше. И сейчас ГВЭЙ под утро, под ночь делать. А что делать? Короче, добавляем их РПЦ. ChainID у них 7-7-7-7-7. Посмотрите, какой РПЦ. А, стой, нет. Подожди, подожди. Вот, вот. Как я мог забыть? Вот. Вот все эти плюсы я вам показал. Теперь посмотрите сюда. Term of use. Написано. Вот правило. Вот, смотрите. Пункт. Rewards Programs. Тут пункт про реварды. Ну, сами посчитайте. И. Еще. Вот он, фаундер. Посмотрите. Кто-то важный. Скорее всего, фаундер. Вот он, банклист. Да-да-да. Посмотрите на его прическу. На его очки. И какая у него идеальная борода. И он не похож на какого-то задрота. Он похож на человека, которому нужны деньги. И смотрите, там, доска специально он ее сделал, чтобы там какие-то рандомные слова. Типа он умный. Но ему просто нужны бабки. Это замечательно. И вот он отвечает на вопрос про токен. Он просто сказал вроде что-то хорошее. А не забудьте подписаться на мой канал. А так подписаться комментарий и колокольчик. Все замечательно. А теперь. Такс. Не могу про IPC уже третий раз рассказать. Добавляем их в сеть метамаск. Такс. Добавляем. Но перед этим нужно. Нужен, короче, VPN. Расширение с прокси. Свитч омега прокси. Тут просто ставишь его на браузер и кайфуешь. Для мальтов это антик. Но ты это уже сам сделаешь. Также одно прокси на 3-4 аккаунта в среднем. Вот. Прокси с проблем точно не будет. Добавил сеть. Первое, что нужно сделать. Такс. Вот табличка. Бридж в Zorro. Только из эфира. Нужно... Да. Бридж довольно дешевый. Не нужно сразу говорить, что это будет дорого. Можно даже переводить по 0,01 или 0,05. И на мейн можно кидать побольше. Вот так вот как-то делаем. Меняем сеть. Газ 7 долларов. Но... Сейчас в сентябре он, кстати, меньше. Гвей и бридж только 7 долларов. Ждем утра и все такое. Гвей недавно был вообще 7. Все будет здорово. Где эта вкладка? Не могу понять. Сделали бридж в Zorro. Пошли в таблицу. Отметили то, что сделали бридж. Дальше. NFT. NFT на Zorro. NFT запустили в честь открытия L2. L2. И можно ее заколектить. Но я ее брать не стал. Она потому что не бесплатная. Можешь ее митить. В целом, как хочешь. Вот, кстати, есть NFT-шка Max Wilde. Ее можно взять. Это ничего не стоит. Только комиссия будет. От Zorro. Короче, будет лайфхак. Потом я его покажу. У тебя не списываются деньги за газ. И ты экономишь полтора доллара. И это в целом-то хорошо. Можно сминтить NFT-шку Max Wilde. Вообще, их все рекламят. Их особо можете не митить. Но для Макса это исключение. Но вообще, как бы, старайтесь официальные NFT-шки брать. Всякие коллабы с OpenN, Gitcoin, лягушки и все такое. Они бесплатные. Вот, митим. Все остальные у меня что-то есть. Gitcoin не было. Смотрим, какой газ. Что нам нужно. Заходим сюда дополнительно. Ставим на 0.05. 1.44. Поняли, да? Так, идем дальше. Сминтили. И сразу же в табличку. Тут сейчас мало действий. Просто бридж. Взору. Разбираешь всякие NFT. Не нужно это все в один дело делать. Ты завел бабки через день еще одну NFT-шку меньше, через день еще одну. Но бридж постарайся сделать как можно раньше, чтобы появиться в сети. Только-только Зору начинает хайпиться. Постарайся пораньше. А потом не спеша. Так, это что я открыл? Это сайт, который я посмотрел, который можешь посмотреть в комментариях, когда минчишь. Зачем этот сайт? Я не знаю. Это Discord Зоры. Так. Дискорд Зоры. Ну, как бы, можешь вступить, почему нет? Можно получить роль. Если купить вот эти вот они втишки. Ну, нужны ли они сильно? Ну, как будто бы нет. Они стоят баксов 50. Ну, да. Как бы... Не знаю. На main можете взять, если сильно хочется. Так, что это? Создание своих коллекций. Нажимаем... Edition. А, хотя, стойте. А, вот. Single Edition Collection. Нажимаем. Тут все равно... Что? Тебе это нужно объяснять? Просто пишешь... Name. Бла-бла-бла. Символ. Рандомный. Описание рандомное. Медиа. Просто рандомные картинки. Дальше. Price. Просто ноль эфира. Size. 1.3.3.7. Так. Число смешное. Да, ты число. Можно сеть Zorro, Ethereum, Optimism. Мне главное активность сделать. И нажимаешь Create. Вот все в целом. Есть еще лайфхак. Как накрутить транзакции. Через кошелек. Это как раз расскажет мой коллега Михаил Беркут. Нажимайте на кнопку отправить. Обновляем страничку. Блинский. Метамаск лагает. Ладно. Выбираем счет. Это не то. Так. Сейчас подождите. Блинский. Ладно. Перезаписывать не будем. Да что происходит? Сейчас. Секунду. 15. Нажимаем отправить. Ждем немножко. Оп. Все. Загрузилось. Выбираем кошелечек любой. А. Кстати. VPN должен работать. Так. Что-то у Михаила Беркута не получилось. Давайте я лучше сам дальше продолжим. Нажимаете. Отправить. Просто выбирайте свой же счет. И тут отправляйте. Чуть-чуть эфирчика. На свой же счет. Да. 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 Себе же. И вы себе меняете. Вот тут вместо 0.05. Вы сами выставляете значение приоритета газа. И. И все. Итого. Это сумма сколько я отправляю. Просто транзакции самому себе. Ты не меньше с NFT ничего. Смотрим. Транзакцию в проводнике блоков. И за газ ушло 11 центов. Это. Сейчас газ высокий. А так будет по 4-5 копеек. И кстати. Если вы так сделаете транзакции. То они будут засчитываться в сети. То есть вы отправите на свой кошелек. То есть все хорошо короче. Если ты хочешь устать. Чисто сибильные аккаунты по фану. Вот там можешь сделать. Объемы. Я сильно сомневаюсь. Что тут будут важны. Транзакции как-то по чуть-чуть. Ну мне кажется. Почему бы и нет. Почему бы попробовать друг с собой. А вот оно. Возьмет. И сработает. Пользуйся. Так. И последний блок. Вроде посмотрел. Я все уже рассказал что хотел. Вот. Про софты. Так. Теперь говорит Дефидент. То что Зора никому не нужно. Бесполезный. И Майкред Плейс. Который никому не нужен. Но он. Собрал дофига денег. Фондом. Из Силиконовой долины. И теперь. Они. На волне хайпа. Короче. По нарративу. Запускаются как Лейер 2. Чистая. Кэш Граб. Но. Там много насыпет. Если ты. Зайдешь на Кранч Бейс. И кто там. Инвестором. То ты. Удивишься. Насыпет много. Да. Много насыпет. И. Фактблок. Говорит то что насыпет. И вообще. Все говорят что. Все насыпет. Я тоже считаю что. Насыпет. Так же. Если вы хотите. Получать. Крутую информацию. Которую собирают. Более 20 человек. Криптон Прайм. Уже работает более года. Там много темок выходит. Структурные гайды по ним. Календари. Где все удобно. Все видно и ясно. И можно просто смотреть. Начинать делать что по риск реварду. Сразу много всего. Ссылка на Криптон Прайм. Будет в описании. Спасибо за просмотр. Всем поки. Можете в комментариях написать. Как вам видос. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.